Итак, по состоянию на 8.30 утра, в результате ночных ракетных ударов по курортному поселку Сергеевка, Белгородистровскому району Одесской области, по меньшей мере, 19 человек погибли. Среди них два ребенка, один ребенок в коме, еще более 30 получили ранения. К нашему эфиру присоединяется руководитель Объединенного координационного пресс-центра Силы обороны Украины Юг, Наталья Гуменюк. Наталья, приветствуем вас. Какая последняя информация сейчас есть? Продолжаются ли разборы завалов? Есть ли новые пострадавшие, возможно, погибшие? Пока цифра погибших остается 19, где два ребенка. Это уже достаточно кровожадная цифра и очень тяжелые утраты. 38 человек получили ранения, все госпитализированы, им оказывается помощь. На базе отдыха продолжается разбор завалов, там еще работы идут. На участке, который огражден вокруг многоэтажки, очень тяжелая картина. На самом деле спасатели заканчивают разбор завалов, уже нет информации о том, что возможны какие-то люди под завалами. Скорее всего, нет. Но будем работать до конца, до окончательного результата. В соседнем доме просто полностью вся поверхность дома осталась без окон от ударной волны. Такая же картина вокруг базы отдыха, там, где вокруг повыворачивало и заборы, и крыши, и окна поразбивало. И еще раз хочу обратить внимание, что все это курортная зона. Это мирное поселение, которое когда-то было основано для именно курортного отдыха. Здесь и многоэтажек-то не так много, но вот одна из них тоже пострадала. А база отдыха находится еще ближе к морю, и, собственно говоря, она не работала. И те люди, которые на ней пострадали, это, скорее всего, обслуживающий персонал, который все-таки присматривали за строениями, поскольку близость моря рядом, такая она характерна штормовыми угрозами, ветрами. И нужно вовремя среагировать, там, укрепить некоторые объекты на самой базе отдыха. Поэтому вот они выполняли свои служебные обязанности и оказались заложниками этой ситуации. Ну вот, да, Министерство обороны Российской Федерации подтверждает удар по Одесской области, утверждает, что ракеты поразили радиолокационную станцию обнаружения воздушных целей. Ну вот, Наталья, да, мы с вами сейчас нашим зрителям тоже показали, как выглядит эта радиолокационная станция. Спасибо вам большое за оперативную информацию. Спасибо большое. Спасибо. Будем держаться и верить, что новый жерт больше не будет из-за этого утреннего страшного терапия.